Приветствую вас, Ирина. Смотрите, я думаю, что здесь многое зависит от ваших ощущений. Словно говоря, если вы относитесь к своей маме определенным образом, если вы дорожите ей, если вы выражаете ей свои чувства, свою любовь вот так, как вы выражаете, то на самом деле это очень здорово, если вам от этого комфортно, если вы считаете, что так должно быть, если вы уверены в своей позиции. В таком случае получается, что ваш муж просто этого не принимает. Он не принимает то, какая его, он не принимает ваши отношения к вашей маме, и он не принимает то, как вы выражаете эмоции, опять же, своей маме. Называйте это как угодно, ревность, страх, что-то еще, но тем не менее. С другой стороны, очень важно понять, что такого в этом, то есть, чтобы муж не просто обвинял вас, требовалось что-то еще, а то бы он рассказал, что именно его беспокоит. Я полагаю, что здесь у вас есть проблемы коммуникации. Освоить правильную коммуникацию, освоить конструктивные модели коммуникации, в том числе можно на консультации с психологом, вот, на семейной консультации с психологом, то есть там, где вы двое присутствуете, вот, для того, чтобы научить вас выражать свои чувства, свои эмоции, свои желания именно так, как они есть, а не преобразовывать их, скажем так, привычным образом в формат, там, обвинения, формат, манипуляции и прочее, вот. Ну, здесь исключительно практика, здесь исключительно запрос, то есть запрос на, например, изменение модели поведения, да. Вот, меняю модель поведения, меняю модель общения, да, и все, и все становится, ну, потихонечку выравнивается, вот, причем даже если вы в одностороннем порядке, как в порядке это сделаете, то уже, уже будет неплохо. Кхм-кхм. А, то есть смотрите, с одной стороны есть ваша позиция, и вы в ней уверены, с другой стороны, эээ, нет позиции вашего мужа, и непонятно, что именно там его беспокоит, в этой позиции, но разобраться в том, что его беспокоит вполне себе нужно, потому что его кто-то беспокоит, и, эээ, когда будет ясна его позиция ваша, вы же можете решить, эээ, что вам делать дальше. Вот. То есть вы можете решить, готовы ли вы что-то сделать для того, чтобы, эээ, позиция, например, вашего мужа была, эээ, как-то, улучшена. Вот, ээ, именно готовы ли вы их, хотите ли вы это делать. И, с другой стороны, эээ, как бы это же, в свою очередь, эээ, показывает вашему мужу, как, можно относиться, вот, к какой-то позиции, да. Эээ, только так, но, опять же, при наличии у него тоже желание, эээ, захоронить ваши отношения и желание их улучшать. Если такого желания нет, то вы в одностороннем порядке все это будете делать. Эээ, дальше, я не очень понимаю, эээ, при чем здесь его родители, с которыми вы жили какое-то время, если честно. то есть, эээ, к чему это, к чему это, то есть, к чему вы написали, вы, как бы, меряетесь, кто с кем, сколько прожил, вы, эээ, соревнуетесь, эээ, кто с кем, сколько времени провел, или что. То есть, к чему, вот, вы написали про, эээ, его родителей. То есть, у меня ощущение появилось, да, что вы обижены, вот, что вы обижены, прямо обижены, обижены. На, человека, да, обижены. За то, что, вот, он, вроде как, там, не знаю, не оценил, да, вот, то, что вы жили у его родителей, и, эээ, то, что, эээ, ну, не знаю, в чем-то себе отказывали, например, или что-то типа того. То есть, это поменьше мер страны. Поменьше мер. Вот. Дальше. Дальше. Эээ, в контексте вашей мамы. Понимаете, ээээ, близость с вашей мамой, она, близость с вашей мамой, она должна быть, ээээ, адекватной, вашему социальному, эээ, физическому и психологическому состоянию. Понимаете, эээ, когда вы, эээ, каждый день на полчаса, эээ, зазваниваете со своей мамой, если вы это делаете сразу, если вы это, если вы это делаете, там, ну, грубо говоря, с первого дня знакомства с молодым человеком и теперь вашим мужем, то это одно, и, в принципе, в этом ничего плохого нет. Но, важно поисследовать, как общение с вашей мамой влияет на вас и на ваше взаимоотношение с вашим мужем. Если вы не просто общаетесь, а именно удовлетворяете свою потребность в чем-то через общение с своей мамой, это проблема. То есть, понимаете, эээ, просто общаться с мамой, потому что вы ее любите и хотите, эээ, не знаю, провести с ней время, да, потому что знаете, что это сделает ее счастливой, это одно. Но, и с ее стороны такая же история, это одно, но другое дело, когда вы нуждается в чем-то, и вы общаетесь со своей мамой именно по этой причине. И вот эта проблема, когда за счет общения с мамой вы получаете, как бы это сказать, вы получаете, восстанавливаете свой статус-кво. Но, я бы так сказал, это проблема, это проблема, что такого быть не должно. И если это так, если вы вот спросите себя и ответите утвердительно, что да, это так, вот с этим нужно работать. Потому что этого быть не должно. Если этого не будет, то это все будет в порядке. Вот, там уже не важно, не важно особо, как это воспринимает молодой человек, муж и прочее, не важно. Если вы, не, не, если ваше состояние психологическое никак не меняется, кроме того, что вы испытываете рабство, того, что мама стала счастливее, поговорив с вами, то все в порядке. Но, как правило, такое частое и такое длительное общение с мамой говорит о некой привязанности к ней, о некой идеализации ее. Вот, и, ну, в этом случае можно говорить о том, что на вас это все-таки влияет. И общайтесь с ней для себя, не для нее самой, да, не для мамы, а для себя. И ваш муж это чувствует, он чувствует, как на вас это влияет, возможно, ощущает вашу несамостоятельность, как у вас это чувствует, что с ним не совсем, там, допустим, его женщина, его девочка, его жена, его любимая, а с ним человек, который зависит от своей мамы, и который, вероятно, повторяет какие-то слова, какие-то поступки мамы. Вот. И тут, то есть, не очень зрелый человек, понимаете, не очень зрелый. И у мужа появляется ощущение, что он живет не со своей женщиной, а с мамой. И это проблема. Вот. Вот так. И то, что вы, как бы, вот, бросаете в противовес, мол, вот я, там, жила у его родителей, и, ну, это, вот, может быть следствием обиды какой-то, а обида это и есть, как бы, незрелый, ну, проявление незрелости, условно говоря, проявление незрелости. О чем я и пытаюсь, в общем, вам сказать. Вот. Поэтому, что делать здесь? Разбираться в себе для начала, потом на семейную консультацию учиться общаться с мужем. Вот. Если муж не говорит по-русски, то, соответственно, вам нужен специалист, говорящий на языке вашего мужа, и чтобы вы понимали язык тоже. Это единственный здесь адекватный такой вариант решения проблем, если вы хотите сохранить брак. Но я бы спросил вас, знаете, кое о чем не очень может быть приятно, но, тем не менее, я бы спросил вас вот о чем. Вы говорите, что любите своего мужа. Вот. Что вы вкладываете в это? В любовь к своему мужу? Что вы в это вкладываете? Именно вот вкладываете в то. Это очень важно. На самом деле, там, то, что вы вкладываете, то, чем вы наполняете это понятие любви, оно, к сожалению, здесь оказывает, ну, достаточно существенное влияние. Поэтому... Пучва для работы, материал для работы совершенно определённого есть. Вот. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.